Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... С 2014 года, еще раз напомню, на 2017, не текущий год, но более свежей просто статистики нет. Людей, которые ничего не посещали, доля увеличилась с 45% до 51%. Но там были поливариантные ответы, поэтому там процентов больше, чем 100%. Люди стали меньше ходить в музеи на выставки, стали больше ходить в кинотеатры, там примерно на 2%. И стабильно остались опера-балет, классические концерты. Несколько сократилась аудитория концертов современной музыки. Я смотрю, что выросла доля посетителей ресторанов быстрого питания, но это, скорее всего, связано не с досугом даже, мне кажется, а с тем, что люди просто перешли в эту категорию, там, да, и с какой-то более дорогой, возможно. Ну, вот, насколько эта ситуация характерна для Кирова, потому что это взят, понятно, средств в целом по стране, по разным городам, и миллионники, и полумиллионники, и стотысячники. А как обстоят дела в Кирове и тенденция последних, ну, трех-четырех лет? То есть нас... Стали ли люди ходить в учреждения культуры больше или меньше? Именно с точки зрения, что-то посмотреть, да, визуально. И изменились ли предпочтения? В том числе по площадкам, по качеству площадок или нет? Пока не будем без этого, хорошо? Андрей Борисович, на ваш взгляд, как аудитория вообще на сегодняшний день? Ну, вы знаете, мне на этот вопрос, на самом деле, отвечать очень легко, поскольку Вятская филармония, являясь государственным учреждением культуры, ведет плановую финансовую, хозяйственную и творческую деятельность. У вас все посчитано? У нас все посчитано. У нас есть государственные задания, планы, да, по-простому говоря. И на самом деле мы каждый год их выполняем, мы каждый год по ним отчитываемся. И динамика, ну, давайте, я могу там апеллировать какими-то цифрами. Вятская филармония в течение года, да, концертного сезона или года, если хотите, отчетного, проводит, ну, почти 800 концертов. То есть не по одному в день? Не по одному в день. Мы богатые. У нас три концертных зала. Это зал филармонический большой, это зал органной и камерной музыки на Дериндяево костел и малый зал филармонический, который мы позиционируем как зал камерной музыки, в принципе. То, что касается цифр посещений, меньше, больше, но динамика есть на самом деле. Динамика, я просто могу вот на раз-два называть цифры. Андрей Борисович, по классическим концертам динамика есть или в целом? В целом. В целом. В целом. Конечно, филармония является, ну, в большей степени академическим приоритетом к академической музыке. Это симфоническая музыка, это музыка народная, это джазовая музыка. И в среднем на наших концертных мероприятиях бывает в год более 107 тысяч человек. Вот это много или мало? Ну, это пятая часть населения Кирова. Это раз. Во-вторых, количество концертов, я назвал, оно не снижается, да? Это тоже о чем-то говорит. Ну, и я сегодня там с определенной долей гордости могу сказать, что средняя посещаемость филармонических концертов на сегодня составляет 80%. Это хорошая цифра, поверьте мне. Это заполняемость зала. Совершенно верно. Вот поэтому мне очень легко отвечать на эти вопросы. Мы работаем, мы работаем много, мы работаем качественно. И на самом деле вот те цифры, это, собственно говоря, результат нашего труда. Это люди голосуют там ногами, рублем и так далее. Они приходят на наши концерты. Значит, мы все делаем правильно. Репертуар как-то меняется с течением времени? Ну, и артисты приглашенные. Понятно, есть состав филармонии. Вопрос не то, чтобы там неправильный. Как может не меняться репертуар? Если одна и та же программа будет звучать там на протяжении какого-то времени, ну, кто на нее придет? Конечно, каждый раз новая программа, каждый раз новые исполнители, каждый раз приглашенные артисты. Мы все время в движении, мы все время думаем, чем заинтересовать нашего зрителя. Нет, я имею в виду именно сдвиг по направлениям музыки. Там меньше классики, больше народных. Или меньше? Нет, нет, нет. Тут есть уже выработанные какие-то золотые пропорции, которые проверены годами, и мы знаем свою публику. Это очень важно, потому что, приходя, допустим, перед началом концерта, выходя в фойе или в зал, я очень многих узнаю по лицам, у нас есть своя публика, у нас есть много абонементов, которые раскупаются в начале сезона. Я могу называть, могу не называть эти абонементы, эти люди, которые постоянно ходят на наши концерты. Вот какой процент этих людей? Их половина примерно от общей заполняемости зала, или больше, или меньше? Ну, вот смотрите, по каждому абонементу своя история. Если мы, ну, допустим, там уже много раз мы говорили о джазовом абонементе Даниила Борисовича Крамова. У нас в продажу идет в начале сезона, ну, в апреле, в начале мая, 240 абонементов. Они раскупаются в течение одного дня. Остальное мы допродаем просто вот через кассу, что называется. Вот примерно такое соотношение. То есть это около половины? Нет. Имея зал 768 мест, 240 это треть. Это третья часть. Светлана, а как у вас дела обстоят? Есть ли изменения предпочтений? И есть ли изменения именно по желанию людей ходить на мероприятия на приглашенных? Звезд, артистов, театра и так далее. Ну, я вот послушала цифры, да, цифры по России. Я, наверное, касаемо нашего города не совсем соглашусь. У нас, наверное, немножко другая ситуация, лучше. И даже коснусь музеев. Как обыватель, я бы сказала, мне кажется, у нас больше выставок интересных стало проводиться. И больше людей туда идет. Да, больше каких-то коммерческих музеев, выставочных залов появилось. Я сама хожу, мне это все интересно, я отслеживаю. Поэтому у нас вот немножко, наоборот, выше стало. Культурный уровень растет. Да, да. И потребности тоже. Касаемо от лица компании «Арт-гастроли», скажу, что у нас тоже количество мероприятий выросло. Мы больше стали мероприятий проводить, больше спектаклей, больше концертов. Касаемо общей массы концертов по городу Кирова тоже не снизилось. Я считаю, что, мне кажется, только больше стало концертов. И вообще, даже касаясь, например, занятости площадок, мы непосредственно, мы же в аренду берем площадки. А вот касаемо филармонии, очень сложное число найти в аренду, это нужно делать за полгода заранее. Ничего себе, это действительно так, да? Это говорит о том, сколько филармонических своих концертов. Я уже назвал цифру количества концертов, которые учреждения проводят в течение года. Поэтому я думаю, что у нас лучше. То есть выбор для зрителя стал больше, а стало ли больше зрителей? Можем ли мы говорить, что ситуация по сравнению с 2014 годом как-то меняется в динамике? Или вот как было примерно, так и осталось? Я, опять же, у нас нет статистики общегородской, поэтому я могу только, опять же, опираясь на своих мероприятиях. Если бы у нас число посещаемости падало, я думаю, мы не увеличивали бы количество мероприятий. Ну, давайте, поскольку мы со Светланой работаем много и часто, я могу анализировать ситуацию, которая происходит в принципе. Потому что давно в бизнесе, скажем так, в этом девочки очень хорошо работают, правда. Спасибо. И на самом деле я вижу интерес, ну, грубо там, к тому продукту, да, к тем предложениям, которые они привозят в город Киров. И то, что аудитория большая, и то, что практически все это продается на аншлаге, это говорит, во-первых, атом. Это я не то, что там кукушка хвалит. А в профессионализме людей, на самом деле, о грамотном менеджменте, они понимают, что нужно везти в наш город, что интересно и на что пойдет, собственно говоря, наш кировский зритель. Вот это говорит о том, что все-таки все в развитии. Это очень правильно, это очень хорошо и хорошо, в первую очередь, для наших земляков. Мы сейчас вернемся к разговору после небольшой полуминутной паузы. Напоминаю слушателям, Андрей Скальный, директор Вятской филармонии, Светлана Шулятьева, арт-директор компании «Арт-гастроли» в нашей студии. Продолжаем разворот на бизнес. Звездный бизнес. Хватает ли в Кирове концертных площадок? Эту тему обсуждаем с Андреем Скальным, директором Вятской филармонии, и Светланой Шулятьевой, арт-директором компании «Арт-гастроли». В перерыве Андрей Борисович напомнил нам, что ему нужно будет убежать через 15 минут на важную встречу. Поэтому мы у Светланы просим прощения. Чуть более массированно мы к Андрею Скальному будем обращаться с вопросами. В первой половине обсуждали с Русланом Олеговичем Маведовым о необходимости большой площадки, большого концертного зала в Кирове. Сможет ли он собрать аудиторию и будет ли востребован именно для... Ну, понятно, у нас, наверное, там, Мариинка... Пока Мариинке именно в полном составе выступить негде, и для этого действительно нужен большой зал. Но строить его только ради Мариинки? Да, и для каких-то звездных артистов. Ну, то есть, есть ли в этом резон с точки зрения вас, как человека, и в прошлом, недалеком, там, министра культуры, да, и сейчас руководителя крупнейшей именно площадки классической музыки в городе, самый лучший, наверное, по звуку, Андрей Борисович? Ну, я много раз отвечал на этот вопрос, на самом деле. Площадка нужна, на мой взгляд. Я уже говорил о том, что наличие в городе, в области, если хотите, современного концертного зала, это, ну, только плюс всем. И прокатчикам, и гастролерам, и, ну, и, конечно, в первую очередь, нашим жителям. Я глубоко убежден, что наличие, ну, у нас нет, на самом деле, и Свет, наверное, подтвердит, никаких проблем по приезду артистов любого ранга, любого уровня, любого гонорара в город Киров. Нет проблем. То есть, вот та взаимосвязь, которая выстраивалась, что к нам не едут, простите, да, какие-то именитые, суперименитые артисты, потому что им негде выступить? Нет, почему? Это не работает. Давайте я сейчас буду просто вот называть фамилии, которые из года в год к нам приезжают. Тот же Стас Михайлов, Киркоров и так далее. Это звезды первой величины, правильно? Вот в России, что называется. Люди с дорогими гонорарами. Я сейчас, вот у меня привязка идет к стоимости, да, в первую очередь. И имея площадку в 940 мест, я там плюс-минус могу ошибаться, я про Родину сейчас говорю. Вот банально стоимость артиста или там гонорар делится на количество мест в зрительном зале, считаются накладные расходы, там райдеры и так далее. И получается определенная сумма стоимости билета, да. Ну и мы понимаем, что организаторы еще что-то должны в карман положить, потому что это бизнес, да. Имея площадку не 900 мест, а там полторы-две тысячи, мы понимаем, что расходы уменьшаются. Они волей или неволей уменьшаются. И не пять тысяч рублей будет стоить билет на того же Стаса Михайлова, а допустим две с половиной. Это хорошо для города и для зрителей? Для зрителей это хорошо. А качество? Ну, качество никак не потеряется. Ну вот смотрите, мы в первом части обсуждали вот какой вопрос. Говорят, что артисты, которые едут в зал на 900 мест, запрашивают одну сумму гонорара. Артисты, которые едут в зал на 2 тысячи, нет. Вы ошибаетесь. Гонорар артиста, он не меняется от количества мест в зрительном зале никоим образом. То есть то, что билет подешевеет в случае большой концертной площадки для зрителя, это вот такая... Снижается затратная часть. Вот и все. Так, тогда с другой стороны, если этот проект рассматривать, ну, как проект государственно-частного партнерства, да, может ли он приносить прибыль именно частному инвестору? Или это такое должно быть вложение больше и миджевое? Не совсем понимаю, о какой благотворительности идет речь. То есть инвестор будет получать доход? Или все-таки эта площадка не будет окупаться? Мне кажется, нереально. Нет, вот смотрите, какая штука. Значит, тоже об этом говорил неоднократно. Мы сейчас затронули один аспект. Да, это проведение больших, серьезных концертов, фестивалей. Ну, и, собственно говоря, наличие этой площадки, оно только плюс городу. Я считаю, что этот зал, ну, эта площадка, в принципе, она должна работать не только на проведение каких-то концертных мероприятий, фестивалей и так далее. Она должна иметь там жизненный график с 9 утра до 21 часа вечера. И это нужно думать, чем наполнить, чем заполнить, скажем так, это пространство и какие формы, и что там. Ну, это надо серьезно сходить. То есть это бюджетное финансирование в том числе? Ну, я не знаю. Конечно, это будет, скорее всего, бюджетное учреждение. Скорее всего. И надо будет думать, как его окупать, как коммуналочку платить и все остальное. Чтобы он не съедал деньги, все-таки, чтобы он хотя бы выходил в ноль, этот зал. Ну, хотя бы, да. Это было бы хорошо, но лучше бы, чтобы он зарабатывал. Конечно, это всегда было. Мы касаемо зала в 2000 мест, каждый день концерты там проводить нелегко. Нет-нет-нет, конечно, мы это понимаем. В таком случае, вот формату самой площадки, действительно, как говорит Андрей Скальный, есть вопрос. То есть, возможно, его как-то надо будет делить, дробить. Это должен быть зал-трансформер, позволяющий... Это должна быть универсальная площадка, на которой могут и должны проводиться большое количество интересных вещей, мероприятий, событий, не только концертов. Вот я думаю, так. Светлана, есть ли те артисты, которые соберут в Кирове зал 2-2,5 тысячи человек? Ну, я думаю, что есть, но вот касаемо, например, Стаса Михайлова, не обязательно, наверное, переносить концерт на площадку в 2000 мест, потому что есть все равно определенное количество людей, которые пойдут на него. И билет в два раза не подешевее, потому что аренда зала будет дороже, а аренда технического аппарата будет дороже. Ну, там процентов на 30, я думаю, билет станет дешевле, а билетов мне надо будет продать в два раза больше. То есть тут надо очень интересная ситуация. Касаемо, например, Сергея Лазарева, да, он у нас тут в ближайшее время приезжает. Вот там, да, наверное, там все-таки идет целевая аудитория молодежи, там деньги дают родители, и они считают, сколько ребенку дать, 2 тысячи или 3,5. И там, да, мы больше, если билет был дешевле, мы больше людей соберем. То есть все индивидуально, и, наверное, больше даже тут вот такой зал не об эстраде надо говорить, а о таких коллективах, как какой-то классический балет, танцы. Ну, вот коллектив, например, «Березка», да, мы вынуждены были переставить в родину, потому что больше сцена. Там огромный коллектив, им нужно место, пространство. Ну, хотя «Березка» в филармонии выступала несколько лет назад. Нет, Светлана права в том смысле, что мы сейчас почему-то говорим только об эстраде, да, о топовых артистах, которые, ну, вот, дорогие и популярные. Конечно, и губернатор обращал тоже, Игорь Владимирович, не раз внимание на то, что в этом зале будут проходить концерты больших, классических, академических, если хотите, коллективов. В том числе, опера и балет. Ну, и опера и балет, и большие симфонические оркестры. Ну, я не знаю, там, большого секрета не открою. В рамках пасхального фестиваля Гергиева оркестр Мариинского театра разместился на сцене Вятской филармонии. Но это было достаточно сложно, потому что 90 человек — это количество коллектива. Пришлось максимально выдвигаться к рампе. Практически на авансцене сидел коллектив. Ну, это, в принципе, так сказать, посадка маэстро. Он везде так рассаживает свой коллектив. Но, тем не менее... Но было тесновато. Тесновато было, согласен, потому что здание строилось давно, и зеркало сцены не такое большое, какое бы, наверное, хотелось сегодня иметь. Это правда. Светлана сказала перед эфиром, когда мы разговаривали о том, что, может быть, и нет смысла в каком-то таком огромном зале, большом, может быть, есть смысл привести в порядок те площадки, которые сейчас есть и которые в Кирове достребованы, но не соответствуют. Ну, если смотреть на сегодняшний день, то, да, у нас есть площадки, которые нужно поддерживать, да, модернизировать, технически оснащать уже более интересно, чем сейчас есть. Если смотреть, конечно, в завтрашний день нужно, но вопрос, будет ли помощь, будет ли поддержка этой площадки в будущем. То есть она мало того, что должна быть построена, она должна еще и не съедать деньги, да? То есть она должна каким-то образом содержаться. Покупать себя и в случае ее должны поддерживать, помогать финансированию должно быть. То есть тут, ну, тут надо как-то на несколько лет, там, на десятки лет вперед продумать. Но в истории, когда мы говорим о выборе, скажем так, между модернизацией и ремонтом существующих площадок и строительством большой крупной площадки, мы должны понимать, что сами мы не осилим этот проект, конечно же, да. То есть мы будем привлекать какие-то средства. Какие-то средства будут частные, государственные. Не так важно. На мой взгляд, важно. Нет, нет, нет. На мой взгляд, вот в этой истории важно, прежде всего, то, что привлечь деньги на строительство какого-то масштабного проекта будет проще, чем привлечь деньги на ремонт и модернизацию уже существующей площадки. Ну, вот это мое мнение. Ну, я не знаю, в курсе вы или не в курсе, проект строительства современного концертного зала в городе Кирове реализуется в рамках подготовки к 650-летию города Кирова. Именно так, поэтому мы же понимаем, что это федеральные деньги. И на ремонт, условно, Дворца культуры Родины эти деньги бы нам не дали, а на строительство крупной концертной площадки их дадут. Безусловно. Светлана Шулятьева, Андрей Скальный. В нашей студии мы обсуждаем тему «Хватает ли в Кирове концертных площадок звездный бизнес?» У меня вопрос еще к Светлане по поводу таких, скажем, неспецифических артистов, может быть, потому что, да, действительно, мы говорили про шоу-бизнес-эстраду, мы говорили про классические какие-то коллективы, а ведь есть еще спектакли. Спектакли, в том числе спектакли именитых театров, которые тоже едут в Киров и, может быть, ехали бы. Вот для этого рода коллективов нужна большая площадка или достаточно зала там в 700-900 мест? Нужна хорошо технически, именно в театральном смысле площадка, театральный свет, там правильная посадка. По количеству здесь, да, опять же, с точки зрения, чтобы дешевле билет стоил, да, больше мест нужно, но, опять же, возьмите московский театр, где вы видели театры больше тысячи мест. Они в основном все 600, 700, 800, нет, многоярусные, это там большой театр у нас, там еще пара театров, малый. Чисто театры, современные клинком, там, театр Вахтангово, они же все 600-700 мест. То есть все тяготеет к камерности, особенно в театре. То есть это же специфика. Театрального вообще искусства, да. Мы идем когда на спектакль, мы стараемся все равно сидеть в портере, мы хотим видеть мимику, игру, артиста, глаза. И сидя где-то там на галерке, это уже другое. На 1857 месте. С галерки можно оркестр симфонический послушать, можно балет посмотреть, но не драматический спектакль. Ну, с этим трудно спорить, на самом деле. И у нас есть, на самом деле, площадка, это Кировский драматический театр, который, ну, по большому счету, близок к тем техническим характеристикам, которые Светлана сейчас озвучивала. Я подтверждаю, что это, ну, пожалуй, самая оснащенная площадка для проведения театральных, ну, собственно, по-другому, наверное, и быть не может. Мы знаем артистов, мы знаем коллективы, которые только там и больше нигде могут работать и хотят работать. Есть, на самом деле, у города и области опыт проведения больших гастролей московских театральных коллективов. Ну, и не только. Я там могу сейчас перечислением заниматься, но на самом деле эти гастроли прошли и прошли достаточно успешно. Это и театр Калягина, это и театр Качалова Казанский. Есть опыт. И опыт этот показывает, что вот эти гастроли и приезды иногородних, скажем, театральных трупп, причем это серьезная же история, там, театр Пушкина приезжает практически в полном составе, да? Там не 3-5-10 человек, а свой звук, свой свет, свои декорации, свои рабочие, там, и так далее, и тому подобное. И плюс свой репертуар, это понятно, там, если ты везешь... Ну, в смысле, не интерфриза? Нет, конечно, нет, конечно. Поэтому серьезные гастроли на площадке Кировского драматического театра проходили. У нас большой опыт, и мы понимаем, что мы это тоже можем делать. — Светлана, а в драмтеатр, в отличие от филармонии, можно найти окошечко ближе, чем в полгода? — Ну, бывает, что можно, но это определенные дни, когда театр же тоже специфика, да, репертуарно у них. Понедельник, вторник, да, а дальше уже свои спектакли идут. — То есть здесь тоже есть сложность? — Да. — Это вот то, что называется, особенности репертуарного театра. И если мы говорим о драматическом театре, это тоже государственное областное учреждение культуры, которое имеет план, государственные задания, и которые они обязаны выполнять. — Они не могут снять спектакль ради концерта? — Нет, конечно. — Я бы хотел немножко еще остановиться на кадровом вопросе, потому что здесь двух позиций. Во-первых, есть ли у нас руководители, менеджеры на сегодняшний день, которые могли бы успешно, будь то бюджетная, либо небюджетная площадка, развивать и делать конфетку, да? — Вот из этого большого концертного зала? — И большой концертный зал, и другие площадки. — А второе, есть ли у нас и растет ли количество профессиональных антрепренеров, да, людей, которые профессионально привозят и попадают в тему, или их количество стабильное, и, в общем... — Или оно снижается. — Да, достаточно. Вот я на этом месте, наверное, на рекламу прервемся, да, и после рекламы на эти вопросы получим ответы. Партнер программы «Разворот на бизнес» — Кировский завод «Сельмаш». Анна Лапшина, Олег Прохоренко и по-прежнему с нами в студии Светлана Шулятьева, арт-директор компании «Арт-гастроли». — Говорим мы сегодня на тему «Звездный бизнес. Хватает ли в Кирове концертных площадок?» И вопрос, который я до рекламной паузы задал, мы сейчас зададим Светлане, потому что Андрей Борисович Скальный там на встречу сейчас спешит и просто дал ЦУ, что высказал свою позицию. — Мы ее перескажем потом, да. — Вопрос двойной. — Хватает ли в Кирове руководителей? — Да, как у нас с кадрами. Хватает ли руководителей, раз, и хватает ли людей, которые профессионально могут, умеют, грамотно делают, привозят артистов? — Да, если брать руководителей концертных площадок, то да, хватает, как Андрей Борисович сказал, грамотных руководителей концертных площадок. Есть еще другие руководители, организаторы концертов, коммерческие организации. Их, я скажу, что очень хватает. Вот тоже Андрей Борисович сказал, что у нас есть, мы создали в свое время несколько лет назад ассоциацию организаторов города Кирова, чтобы решать некие наши внутренние вопросы. — А что еще, кроме, кстати, афишных тумб, вы обсуждали? То есть какие вопросы были такими значимыми, удалось коллегиально принять решение? — Ну, мы обсуждали, например, наверное, какого-то взаимодействия, чтобы не пересекаться, чтобы не было пересечения мероприятий, чтобы уступать друг другу дорогу как-то, в общем-то. Это же важно очень в нашей работе. — То есть если ты застолбил и везешь какую-то звезду, чтобы в этот день, через месяц не узнал? — Не именно звезду, а, например, сегодня я спектакль ставлю, а завтра там Вася Иванов, например, ставит. Зачем? Как бы я продам? Ну, может быть, я и полный зал продам, а может быть, ну, мы будем друг другу. — Чтобы вы друг другу не мешали работать. — А аудитория не делили, если аудитория совпадает. — И не надо гнаться за количеством, иногда надо гнаться просто за качеством. Да, можно поставить 10 мероприятий и продать по ползалу, а можно поставить 6 и продать по полному залу. Ну и вопрос еще, что мы поставим, конечно. — То есть грамотных руководителей существующих концертных площадок хватает? Грамотных людей, которые работают с артистами, с директорами артистов, хватает? — Стоп, 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 стоп. Не опережай события. — Там немножко по-другому. На самом деле, в ассоциации сказали, что у нас около 12 организаций. На самом деле, даже тех, кто не входит в ассоциацию, еще, наверное, столько же можно посчитать. Для города Кирова это просто огромное количество, это перебор полный. Вот у нас в этом году зашел в Киров федеральный оператор кассир.рум. Они же, заходя в город, они же сразу находят всех организаторов, чтобы сотрудничать. Это в таких городах, как Киров, это 2-3 организатора. Вот вам цифра. А у нас, например, 20. Соответственно, есть проблема, да. Кто-то уже давно работает, и важное качество, важен зритель, важен завтрашний день. А кто-то приходит сегодня, они смотрят только на сегодня. Они не смотрят, какого качества они проект берут. Особенно это наболевшая тема по спектаклям у меня, потому что мне вот важен мой зритель. Мне важно, чтобы люди сходили на наш спектакль, он понравился, чтобы потом обратная связь была положительная. Потому что один раз, если человек первый раз особенно пошел на спектакль, если ему понравилось, он же потом снова пойдет. А есть стаканчики, которые берут интерпризы, они не знают даже, что они берут. Ну, все равно им главное повесить афишу и продать. Они не знают, что они берут. Они берут спектакль с громким именем, который они вывесят на афише. Либо название театра, либо фамилия актера. Даже там это им может быть, кажется, громкое имя, оно может быть громкое, только по скандалам или по каким-то историям, а не потому, что это артист крутой. То есть тоже они не... Ну, там очень все тонкое. Громкое на слуху, имя на слуху. По разным причинам. Потом часто, соответственно, они очень часто отменяют спектакль, концерты. Это же нам плохо. Это плохо вашему цеху в целом. Это плохо, однозначно. То есть это репутация всех. Кто уже работает много лет, вот Руслан у вас был, да, там. Ну, я могу пять человек назвать. Мы не отменяем никогда ни концерты, ни спектакли. Ну, естественно, мы отменяем, если артист заболел. Тут как бы да. Потому что плохая продажа мы не отменяем. Это уже особенности нашей профессии. Вы сами несете резко. Мы не зарабатываем, да. И из своего кармана оплачиваете пустые места. Мы заявили концерт, мы его проводим. Вне зависимости от того, сколько проданы билетов, забрали ли зал, будет ли прибыль. Да. Нам же важно, чтобы люди знали, что все стабильно, что концерт состоится, соответственно, они заранее будут покупать билеты. Для нас это тоже хорошо. Мы видим динамику, для нас это стабильно. Светлана, вот смотрите, я уже говорил о том, что вчера считал, насчитал просто по афише одного из наших порталов 20 площадок, где проводятся концерты, спектакли, сольные выступления и так далее. Причем площадки самого разного формата, от больших залов, заканчивая маленькими клубами. Понятно, что, наверное, есть корреляция между увеличением количества вот таких маленьких площадок и выступающих артистов в учреждениях общепита и количеством людей, которые желают в бизнес войти и начать возить артистов. Но не каждому же откроются двери филармонии, Гауди и Родины, наверное. Ну, опять же, к сожалению, я не буду называть конкретно какие площадки. У нас вот такая ситуация в Кирове, что, по сути дела, любой может просто подписать договор на аренду и поставить все, что угодно. А потом уже происходит ситуация, что продаются билеты, не продаются отмены. Но, к сожалению, у нас такая ситуация в Кирове. То есть ограничения какого-то нет. Нет. Это свободный бизнес. Да, это свободный бизнес. И в этом проблема. Поэтому мы в свое время, мы почти там, наверное, мы, наверное, единственные, у кого есть свое название. Мы компания «Арт Гастроли». Она знает. У нас логотип на афише. Мы ставим, чтобы люди видели. Если «Арт Гастроли» — это «Арт Гастроли», то у нас свой сайт есть. У нас есть там максимальная информация, что мы продаем, что мы заявляем, какие-то новости. Билеты у нас там тоже можно купить. В общем, мы себя, наоборот, открываем. Мы приближаемся к зрителю, чтобы зритель знал, что это афиша компании «Арт Гастроли». А неужели определенные риски не видят в работе с новыми, неизвестными именами директора артистов? А тоже вот зависит от директора, то есть от избирательности кто-то зависит. Есть артисты, они не будут работать, не зная кого. Есть артисты, ни с кем не будут работать. Только один-два человека в России, которым тур делают. Вот все. А есть разные театральные компании, есть и артисты разные, у которых много работы мало, и в силу, если хотят заработать, они взяли, пригласили, мы поехали. Есть определенное перераспределение, опять же, в динамике, между публичными выступлениями и выступлениями корпоративными. Есть ли сдвижка в сторону корпоративных концертов? Или, в принципе, ситуация не меняется с течением времени? Ну, мы вот, мы, у нас очень мало корпоративных концертов, мы в основном это концертные, кассовые, театральные дела, поэтому у нас они есть, но вообще не в приоритете и совсем не основное. У нас основное, вот, в большинстве случаев это спектакли, мы прямо эту нишу держим, поэтому я и переживаю за уровень всегда, и за зрителя переживаю. У вас постоянный зритель? Или вы стараетесь молодежную аудиторию чем-то тоже, ну, вот Лазарев, например, да, то есть новую аудиторию от себя искать? Да, есть Лазарев, есть спектакли, и даже спектакли там разная аудитория, есть спектакли, где люди там 35, 45, 55, есть спектакли, где 20, 25, спектакли, которые на более молодую аудиторию мы стараемся не брать, потому что это, ну, для меня это нестабильно, потому качество спектаклей там тоже такое, это в основном заработок денег такой. Вы сказали, что подростки, например, это такая благодатная аудитория, родители денег дадут. Это вот Сергей Лазарев, там Нюша, еще какие-то такие концерты, да, а касаемо все равно спектаклей, там люди осознанно делают свой выбор, они тратят свои деньги, там уже человек устоявшийся, это стабильная публика, наверное, ну, 30-40% людей в зале, я уже знаю, я их уже помню, они постоянно ходят. Дальше мы привлекаем, потихоньку еще привлекаем, да. Светлана, у меня вот такой вопрос прямо под занавес, наверное, нашего сегодняшнего эфира, мы не говорили об этом, а стоимость билетов вот за последние 5, допустим, лет в динамике для зрителя увеличилась, и если да, то на сколько процентов, и гонорары артистов растут, и стоимость аренды. Нет, все растет, гонорары растет, соответственно, стоимость билета растет, и стоимость аренды тоже растет, потому что и инфляция в стране растет, и зарплаты тоже растут. Вот в каких процентах? Ну, смотря за сколько лет, я сейчас точно... Давайте последние, последние, последние. За 5 лет, то есть почти в полтора раза увеличилась стоимость артистов, стоимость аренды. Ну и стоимость артистов, это же, ну как, у нас же и зарплаты, и пенсии растут, и, соответственно, и артистов тоже повышается, аренды, коммунальные платежи повышаются, это все... Почти в полтора раза выросла затратная часть на концерт, да, и, соответственно, все это подросло для зрителей. Это не аппетиты артистов увеличились, и не наши аппетиты, это, ну, как по течению жизни... Естественные затраты. Да. Благодарим Светлану Шулятьеву, арт-директора компании «Арт-гастроли» за экспертный разговор. Этот эфир ввели... Анна Лапшина, Олег Прохоренко, да. Мы правы. Да, и мы желаем, чтобы у вас было больше времени на артистов, чтобы приезжали коллективы интересные, достойные в Киров в том числе, не нужно было ехать обязательно в Казань, в Москву. Или в Москву. Да, для того, чтобы посмотреть любимого исполнителя. Всем до свидания. До свидания. До свидания.